Здравствуйте, дорогие друзья! Для того, чтобы сделать самомассаж рук, прежде всего, их нужно разогреть, руки разогреть. Нанести небольшое количество масла, можно даже оливкового, и хорошенько растереть, потереть руки, чтобы они согрелись, чтобы масло хорошо впиталось и разнеслось по тыльной стороне, по ладошкам, и аж сюда, к локтям. Дальше разогреваем руки, пальцы, делаем вот так в замок, и немножко как бы аж растягиваем их. Делаем такие выжимательные, выжимающие такие вот движения, и приступаем к массажу. После поглаживающих таких вот движений обеих рук, приступаем к разминанию ладошек. Хорошенько пальцем другой руки делаем такие сильные, разминающие движения, растягивающие в разные вот стороны, вот так. Конечно, если это делать массаж, можно, если кто-то делает массаж, это делается двумя руками. Ну, а так как мы делаем самомассаж, то мы вот так хорошенько все разминаем. Массаж кисти рук делается такой с отягощением, он не делается легким таким вот, видите, я четырьмя пальцами хорошо разминаю одну ладошку и другую. Я, когда делаю массаж, люблю вот в начальном таком периоде сначала делать попеременно одну ладошку и вторую. Разминаем. Дальше переходим к массажу пальцев. Разминаем каждый сустав с одной стороны. Дальше по бокам хорошо разминаем и здесь аж в конце придавливаем. Здесь хорошо делаем такой вот этот бугорочек, хорошо разминаем пальцем второй руки. хорошенько вот так прокручиваем. пальцы рук, ладошки, они имеют очень много точек, которые будут воздействовать после массажа, как бы идет такой импульс в головной мозг. И массаж рук, он практически, можно сказать, сравним с массажем всей спины. Поэтому, когда вы делаете массаж, самомассаж, вы можете его делать в любое время. Некоторые рекомендуют там перед телевизором. Я люблю делать, если при хорошей, такой спокойной музыке, чтобы не было напряжения. Хорошенько вот так проворачиваем. И большой палец сафат. Делаем такой вот сафат. Немножко оттягиваем. Бывает таких такой вроде хруст. Это ничего страшного. Но специально хрустеть пальцами нежелательно. Дальше переходим к массажу тыльной стороны ладони между пальцами. Это вот хорошо прорабатываем вот эти части. Если вы будете делать такой массаж начиная с любого возраста, если вам даже может быть даже 30-40 лет ток к старости ваши пальцы будут подвижные ум ясным вот и руки хотя они будут стареть но они не будут всякими там такими нехорошими бугорками на суставах на суставах потому что постоянно приток крови лимфоток все будет убирать любые застои руки руки будут выглядеть более менее молодыми в любом возрасте так теперь вот вот этой частью хорошо протягиваем между мышцами аж до локтя бывает вот тут болезненные такие части здесь идет идут каналы печени желудочно-кишечного тракта толстого кишечника ну вообще все каналы которые есть в организме сердце почки женские органы голова все это если мы будем массажировать разминать будет приводиться в движение и энергия движется лимфа движется кровь так хорошо разминаем вот так при вот таком движении бывает даже застой на вот этих вот фалангах в начале даже такие болезненные места болезненные места нужно обязательно постепенно вот так медленно аккуратно но все-таки разминать во время массажа вы должны почувствовать тепло покраснение рук кожи рук и после этого можно одновременно сделать такие вот движения как гимнастику для пальцев хорошенько упираемся ладошкой о поверхность и разминаем вот так вот суставчики каждый палец оттягиваем и в этом направлении в одном и в другом оттягиваем их по возможности до терпимой такой боли правильный массаж пальцев и кистей рук он должен быть немножечко таким болезненным проходит прохрусткивание вот где-то если есть какая-то какой-то застой вот здесь я чувствую у меня немножко хрустит это надо над этим пальцем поработать для того чтобы здесь не оставался этот хруст и не усиливался он со временем обязательно проверяйте свои пальцы обязательно делайте такие занятия со своими руками массажируя пальцы вы в принципе массажируете весь организм я уже говорила в одном из видео что пальцы они соответствуют пусуль жог терапии это вот идут руки это идут ноги это голова поэтому массажируя ладошки мы массажируем все что у нас есть внутри внутренние органы здесь позвоночник от части тела это очень здорово так хорошенько разминаем вот эту вот сустав этот есть такое легкое упражнение это крапивка которую вы можете сделать и самостоятельно лучше если конечно ее выполнит вам кто-то другой после того как сделали массаж и на другой руке вы можете сделать такие усиливающие растягивающие движения опираясь о какую-то поверхность растягиваете такие делаете всевозможные движения и еще раз повторяю если вы чувствуете где-то какую-то боль то естественно эти места нужно медленно аккуратно не спеша очень осторожно промассажировать промассажировать сначала медленно и с маленьким усилием а потом по мере того как будут разминаться эти болезненные места можно усиливать эти все движения до того момента пока рука будет в хорошем состоянии не будет болеть такой массаж рук кисти рук мы можем делать и 2 и 3 раза в неделю противопоказания может быть только какие-то порезы там ссадины может быть заболевания кожи а так пожалуйста вы выполняете в зависимости только зависит от того от силы надавливания там уже вы смотрите по обстоятельствам потом в каком состоянии вашей ручки вот и мы уже взрослые люди мы имеем много свободного времени мы можем научиться делать такие массажи массажи рук, коленей стоп плеча шеи потому что они всегда доступны нам услуги профессионалов а сами научившись мы всегда можем так что нам осталось только не лениться любить себя работать над собой потому что вот это все оно отражается на нашей памяти на нашей концентрации мозга на запоминания и на чтобы не допустить никаких не дай бог старческих болезней поэтому я вам желаю здоровья желаю нам всем не лениться и быть всегда в тонусе в жизненном таком потоке не страдать а для этого надо чтобы у нас все двигалось как в молодости все работало хотя бы приблизительно так как мы себя чувствовали еще раньше когда мы больше двигались почему мы лучше себя чувствовали потому что у нас была все-таки жизнь это движение и надо об этом не забывать двигаемся работаем над собой разминаем себя массажируем себя и будет все у нас прекрасно так как мы как мы все как мы будем это все и Продолжение следует...